Что такое Чебышевский альтернация? Это на самом деле совершенно замечательная история. Господа, пожалуйста, нарисуйте графики следующих многочленов. График многочлена... Так, они у нас там были все выписаны, я уже их забыл. Значит, х... Какой там был следующий? Х квадрат минус 2. Какой был следующий, господа? Х квадрат минус 3х и следующий был? 4. Минус 4х квадрат плюс 2, да? Вот. У меня огромная просьба. Пожалуйста, нарисуйте, как выглядят графики этих многочленов. Значит, х я вам как-нибудь сам нарисую. Чебышевский альтернационер нашли задачи? На самом деле, многочлены из нашей задачи надо смотреть на... Да-да-да-да-да-да, спасибо, спасибо, что поправили. Надо смотреть отрезки от минус 2х до 2х. Господа, многочлены из нашей задачи надо смотреть... Это вот то самое деление на 2. Надо смотреть на отрезки от минус 2х до 2х. То есть вот здесь вот двойка. Согласны, что будет вот такая парабола? Да. Да, замечательно. Теперь вопрос. Как выглядит многочлен ху минус 3х тоже на отрезке от минус 2 до 2? А многочлены Чебышева, соответственно, их надо смотреть на отрезке от минус 1 до 1. Многочлен х куб минус 3х. Чему равно значение этого многочлена в точке 2? Оно равно 2, правда? Оно равно 2. А чему равно значение этого многочлена в точке минус 2? Тоже минус 2? Минус 2, согласны? Замечательно. Так, господа, на всякий случай. Вот это называются точки альтернации. Давайте я сюда звездочки поставлю. Вот сюда вот ставлю звездочку. Вот сюда вот ставлю звездочку. Сюда ставлю звездочку. Сюда ставлю звездочку. Чем они все замечательные? Тем, что значение в них это по очереди 2 и минус 2. Да? Вот я утверждаю, у этого многочлена тоже будет альтернация. Можно придумать замечательную точку, в которой значение будет равно 2. Потом оно сюда спустится. И потом значение будет равно здесь минус 2. Для того, чтобы найти эту точку, проще всего найти производную. Это будет 3х квадрат минус 3. Значит, х будет равно чему? Господа. То есть минус 1. Опа. Подставляем единицу. Подставляем единицу. Действительно получаем минус двойку. Подставляем минус единицу. Получаем что? Вот сюда. Двойку. Так что на самом деле я могу производную единицу сказать, если честно. Есть такие точки 1, минус 1. Смотрите, график в каком-то смысле бьется между минус двойкой и двойкой. Я утверждаю, что какой бы многочлен третьей степени со старшим коэффициентом 1 мы не взяли, он не может пройти на отрестие от минус 2 до 2, если ему надо, чтобы график на этом отрестие помещался внутри вот этого квадрата. Значит, повторяю мысль. Любой другой многочлен будет сильнее отличаться от нуля, чем вот этот. Точно так же. Какую бы параболу вы не взяли со старшим коэффициентом 1, если вы рассматриваете отрезок от минус 2 до 2, то хотя бы в одной из этих трех точек у вас значение будет по модулю больше 2. Доказать это в высшей степени просто. Господа, представьте себе, что какая-то парабола, умудрится пройти вот здесь вот ниже, чем звездочка, здесь выше, чем звездочка, и здесь ниже, чем звездочка. Скажите, пожалуйста, сколько тогда у нее будет пересечений с нашей параболой? 2, 2, 2, 3. А, это не страшно. Хотя уравнение и второй степени, но коэффициенты при х квадрат одинаковые. Поэтому на самом-то тебе уравнение какой? Первой. Первой степени. А уравнение первой степени может иметь только два корня? Может, если это отождественная ноль. И может, если это отождественная ноль, да. Точно так же. Представьте себе прямую. Ну, в общем, для прямой это совсем легко. Старший коэффициент единица, это значит, она или чуть поднята, или чуть опущена. Ну, в результате она... Если она опущена, то она здесь ниже, чем минус 2. Если поднята, то она здесь ниже, чем поднята. Хорошо. Переходим сюда. Переходим сюда. Господа, представьте себе, что некоторые многочлен третьей степени на отрезке от минус 2 до 2 устроен так, что у него все значения по модулю меньше двойки. Вы согласны, что тогда будут вот такие точки? Почему с этим все значения по модулю меньше будет? А? А, вы говорите. Достаточно даже того, что в этих точках. Уже этого не бывает. Нет, если все значения меньше двух, то в частности и в этих точках тоже. Так вот, тогда смотрите. Здесь у вас будет пересечение обязательно? Да. Хорошо. Здесь у вас будет пересечение? Второе. Здесь у вас будет пересечение? Третье. Два многочлена третьей степени с одним и тем же коэффициентом при x-куб, когда приравниваешь, получаешь равнение квадрата второй степени. У него если три корня, то на самом деле это означает что? Дождейственное равенство. Господа, это общее рассуждение. Правда, здесь я, конечно, конкретно искал эту самую. Ой, да, еще я вам не доказал. Хотя, кто и знает производную, тот понимает, что все. Откуда берется альтернация в общем случае? Если вы берете, рассматриваете вот такое выражение, то смотрите. Когда x пробегает значение от минус двух до двух, то x пополам пробегает значение от минус одного до одного. Так? Значит, когда вы на k умножите, то значит, аркосинус пробегает значение какие? Если вы знаете аркосинус, аркосинус, аркосинус это штука, которая, смотрите, ну, как выглядит у нас электричный круг. Если вас интересует значение косинуса от минус одного до одного, то углы вас интересуют от нуля, то согласны? Замечательно. Умножаем на k. Это значит, вы получаете k половин оборотов. Правильно? Значит, значение косинуса при этом успеет k раз пробежать от минус одного до одного. Соответственно, удвоенное значение успеет k раз пробежать от минус двух до двух. Так это и называется тот самый аркосинус.